Большое спасибо за то, что вы пригласили нас сюда. Действительно, очень здорово приехать в ваш прекрасный город. Посмотрите его. И я хотела бы продолжить говорить о раке пищевода. Надо сказать, что плоскоклеточная карсинома, именно то, что интересует меня, и я представлю вам новое исследование, которое будет скоро опубликовано. Когда нам нужно вмешиваться хирургически? Название этого исследования НИЦ и ПИА, то есть главный исследователь, это Магнус Нильсон, который работает как раз в Каролинском институте. Я полагаю, что очень многие из вас знают результаты исследований КРОКС. В рамках этого исследования пациенты с аденокарциномой и с плоскоклеточной карциномой их рандомизировали на получение либо химиотерапии по клетоксильному карбоплатинам и плюс 41,4 ГРЭЙ лучевой терапии, и плюс хирургии, либо только хирургическое обещание. После химиотерапии полного ответа был 49% при плоскоклеточной карциноме и 23% при аденокарциноме. И это, в общем-то, также отражалось в цифрах по выживаемости. Красная часть графика. Красная часть графика – это те пациенты, у которых была только хирургия в качестве монотерапии, и химиолочевая терапия до хирургического обещания. То есть это зеленая, и вот эта прерывистая пунктирная линия – это пациенты с плоскоклеточным раком. И вы видите здесь прирост в цифрах по выживаемости был достаточно значимый, если у нас была химиолочевая терапия помимо хирургического вмешательства. Итак, и те, у кого мы получили полный ответ, а что, если им вообще не нужна была хирургия? Надо сказать, что было несколько выровнено ретроспективных анализов, которые действительно попытались справиться именно с этой проблемой, то есть пытались узнать больше об этой проблеме. В французских институтах в Европе проводились несколько исследований, и голубым цветом на этом графике помещены пациенты, у которых была не одевантная химиолочевая терапия после хирургического вмешательства, а с желтым цветом. Вы видите здесь пациентов, у которых так называемая была сэндвичная эзофазоктомия, но это были не РКИ. И, соответственно, именно поэтому мы запустили исследование НИДС. Гипотеза нашего исследования заключается в том, что общая выживаемость не является худшей после химиолочевой терапии, после хирургии спасения и по сравнению с общей выживаемостью после химиолочевой терапии и хирургического вмешательства. И надо сказать, что есть и другая гипотеза, это качество жизни будет гораздо лучше после химиолочевой терапии плюс хирургии спасения по сравнению с химиолочевой терапией и хирургией в обязательном порядке. Если мы с вами посмотрим на дизайн исследования, то пациенты с операбельной плоскоклеточной карциномой рандомизированы либо на химиолочевую терапию как в исследовании КРОСПОЛ и после этого хирургическое вмешательство, либо химиолочевая терапия препаратами платины, плюс после этого период наблюдения и хирургия только в случае необходимости. Это, в общем-то, по большому счету похоже на то, что мы делаем с пациентами с раком прямой кишки. Итак, наши первичные конечные точки – это оценка общей выживаемости, при этом это исследование, которое должно показать отсутствие отрицательного момента. Затем у нас есть вторичные конечные точки – это качество жизни через, так скажем, через несколько срезов временных. И затем мы должны были посмотреть на период наблюдения, как же он выглядел. В течение первых двух лет мы приглашали пациента на осмотр каждые три месяца, затем в последующие три года каждые шесть месяцев. И наше исследование – это была эндоскопия с проведением биопсии, затем КТ и факультативная эндоскопия с ультразвуком и цитологией и ПЭТ-КТ. И мы собирались сделать выборку приблизительно в 750 пациентов. Это достаточно большая выборка, именно поэтому нам нужна была достаточно развитая сеть, так скажем, центров исследования. Это центры в Канаде, в Европе, в Мумбае, в Индии. И мы очень надеемся, что у нас будут также центры исследования в Японии, которые, я очень надеюсь, присоединятся к нам. И когда мы начинаем это исследование, это будет через год, в 2020 году. Если вам интересно, то мы вас приглашаем к участию. Вы можете связаться со мной либо сегодня здесь, в кулуарах, так скажем, либо по данному электронной почте. Можно я вам задам короткий вопрос? Касательно, я не совсем уверен в дозировках, потому что по нашему опыту, здесь у нас 40 грей, это такая небольшая доза, даже при комбинации с химиотерапией. Вы используете такую небольшую, невысокую дозу только у тех пациентов, которые должны пройти потом хирургическое вмешательство? Или вы используете ее в качестве, так скажем, тестовой, для того, чтобы принять решение, вам нужно дальше на хирургию отправлять пациента? Вы знаете, в неодевантной терапии это будет 40-45, но в реальной ситуации это будет 50-55. Но выше 55 грей мы обычно дозу не повышаем, именно потому что у нас будет слишком большое количество послеоперационных осложнений, если мы даем дозу выше 55 грей. Продолжение следует...